Всем привет, меня зовут Дима и у нас сегодня будет турбо обзор Poco M3 Pro 5G А турбо обзором он будет, потому что я вам порекомендую посмотреть обзор Redmi Note 10 5G Потому что эти телефоны практически ничем не отличаются Я очень быстро сейчас пройдусь по отличиям И в принципе после этого посоветую вам перейти по ссылке из описания Посмотреть обзор Redmi Note, а он там с тайм-кодами, все как вы любите Ну в общем сможете посмотреть про то, про что вам будет максимально интересно Быстро давайте посмотрим на этот замечательный смартфон Выглядит он вот так, и это главное отличие, вот сзади мы наблюдаем, от Redmi Note Потому что там задник вот этот сделан из матового пластика, здесь из глянцевого Плюс-минус такая же переливашка, но сам пластик он невероятно просто маркий, феерический Его невозможно практически идеально оттереть от грязи и пыли, я почти уверен, что сейчас Она на нем есть, и она точность практически на всех фрагментах проводках, скажем так Которые я снял для этого видео Вот, то есть это все Вот дизайн задника, это все Здесь у нас немного интереснее обыгран угол, потому что условно сектор черный В нем находится камера и большой зеркальный логотип Poco Ну как-то оно вот немножечко иначе все выглядит Но покрытие задника это главное отличие между этими двумя смартфонами И поэтому вот этот аппарат я настоятельно рекомендую чехлить Потому что если этого не сделать очень быстро Задник у вас будет зацарапан просто в злюне И вам мерзко будет этот телефон брать в руки А чехол можно купить у наших друзей звуки.com.ua Ссылка на них, как всегда, есть в описании этого ролика У них, в принципе, не только для Poco M3 Pro, если что, чехлы есть Вы можете там себе подобрать аксессуар для любого смартфона И не только, например, кофры для True Wireless наушников у них имеются Ссылка еще раз напоминаю в описании Так вот, кроме задника, который у нас глянцевый и визуально отличается от Redmi Note И тактильно от него отличается И я не помню, говорил я или нет Это просто 48-я попытка Восьмая, именно так, попытка снять это видео Вот я сейчас нажму чуть-чуть на этот задник И вы увидите, как изменяется, скажем так, блик А все потому, что здесь пластик, он вот такой, как я рассказывал в обзоре, кстати, Redmi Note Это довольно тонкий и мягкий И он легко проминается И это не сильно приятно Поэтому с этой точки зрения Redmi Note мне нравится немного побольше В остальном, точно такой же сканер отпечатков пальцев Который идентично также работает То есть, в принципе, быстро Но при этом, когда включается анимация, есть задержка Точно так же здесь сверху нет дополнительных отверстий для разговорного динамика Этот разговорный динамик не помогает мультимедийному Есть мини-джек, есть лоток под либо две симки, либо симку и карту памяти Да и Main City 700 внутри Такие же версии по памяти, если у меня память моя личная А не Pocophone, который M3 Pro, который уже Poco, а не Pocophone Короче, не подводит меня память моя А то памяти версии тут такие же, вы меня поняли Такая же емкость батареи, плюс-минус такая же автономность Ничем не отличающаяся Такие же камеры здесь в этом аппарате установлены Точно так же сзади три глазка, из которых два 2-мегапиксельные Один 48-мегапиксельный Единственное, почему кроме внешности, как мне кажется, между этими аппаратами Есть небольшое отличие, оно заключается в экране Потому что технически он такой же Такая же диагональ, точно такое же Full HD+, разрешение Точно те же 90 Гц Но этот экран, как мне показалось, на вот этой вот максимальной яркости Немного потусклее, чем в Redmi Note И поэтому он чуть-чуть, как мне показалось, по моим ощущениям, хуже читался на улице Но в целом читаемость такая же То есть она не идеальная, но рукой прикрывать или под дерево заходить Для того, чтобы сообщения в Телеграме прочитать не надо В этом нет необходимости Читается конкретно вот по читаемости На солнце экран нормально Контрастный объект, а на нем видно очень хорошо Это два одинаковых смартфона И Redmi и Poco это как бы соседние бренды Которые друг у друга модели туда-сюда перетаскивают И у Xiaomi в принципе это нормальная практика Вышли там Redmi K40, K40 Pro Они стали Poco F3 и Mi 11i Окей Но только вот Redmi продается на китайском рынке А Poco F3 и Mi 11i у нас В то время Redmi Note 10 5G и Poco M3 Pro 5G Они оба продаются у нас официально Притом они кроме дизайна по факту основательно не отличаются ничем Потому что те различия по экрану, которые я назвал Они могут упираться конкретно в экземпляры наших смартфонов Я уверен, что экран технически здесь от одного производителя Или может быть не совсем от одного Но суть в том, что он по характеристикам один и тот же И там и там Может быть антибликовые пленки конкретно от разных поставщиков чуть-чуть отличаются И поэтому я заметил отличия по читаемости Мне непонятно зачем это делать Зачем покупать Poco вместо Redmi Note? Потому что он чуть-чуть дешевле Он в среднем там в Украине на 200 гривен В одном и том же магазине та же версия по памяти может быть дешевле В том же цвете условно И то это не везде сохраняется Эта логика, мы сейчас к ценам обязательно перейдем Зачем покупать Redmi Note? Потому что у него задник более практичный Вот и все То есть за это можно чуть-чуть переплатить В остальном телефоны технически не отличаются никак То есть есть на выбор две модели, которые одинаковые Смотрите на дизайн, что больше нравится, то и покупайте Вот, если вы хотите знать больше технических тонкостей Я напомню, что ссылка на обзор Redmi Note есть Ну и давайте еще раз освежим, скажем так, информацию Что нам рынок предлагает за эти деньги Poco M3 Pro пока не сильно расплылся, скажем так, по рынку Поэтому, как вы видите, не в таком большом количестве магазинов Его можно найти, во всяком случае, на и каталоге Здесь в FoxTroze цена 5500 гривен Если мы посмотрим на такую же по памяти версию Redmi Note То в том же в FoxTroze, где он 5700, 200 гривен разница По факту ее нет, ну то есть это незначительно Мы выбираем здесь не столько по цене, сколько по дизайну тыльной панели Ну и давайте ориентироваться на Redmi Note На его цену от 5 до 8000 гривен Что за эти деньги можно купить, в общем-то Что нам рынок предлагает? 5000 и до 8000 Показать И теперь я вспомнил, что надо бы немножко сузить наш круг охвата Потому что слишком дофига, сильно большой список Во всем ковыряться не очень хочется Давайте посмотрим Вот 24 модели Условно такие же или лучше по экрану, такие же или лучше по камере Есть Redmi Note 10 Pro Телефон технически лучше практически во всем Сзади стекло, экран AMOLED, камера на 108 мегапикселей Ля-ля и тополя, но он дороже Он чисто технически влез в ценовые рамки Но понятное дело, что серый телефон непонятно где Может даже и немножко бушный Стоит столько же, как в самом жадном магазине Redmi Note 10 5G Есть Poco X3 Pro, тоже со скрипом влазит в эти ценовые рамки Но тем не менее, Сереже этот телефон очень понравился У меня к нему отношение не такое однозначное Но вот кроме не сильно хорошей читаемости экрана на солнце Я считаю, что этот телефон весьма себе хорош Poco X3 NFC Брат-близнец Который технически немного хуже Но зато по цене он уже намного ближе Mi 11 Lite Опять-таки со скрипом влазит в эти ценовые рамки Тоже весьма себе неплохой телефон Как мне показалось, насколько я помню Неизвестный для меня Galaxy A32 Наш товарищ, о котором мы сегодня много говорили Несмотря на то, что не о нем видео Redmi Note 10 5G Mi 10 Lite, про который я не знаю совсем ничего Аналог телефона, о котором сегодня идет речь Ну уже от OnePlus Называется Nord N10 5G Есть Realme 6 Pro Немного уже старенький Но, как по мне, нифига не ржавенький Хотя тоже со скрипом влазит в эти ценовые рамки Realme 6 попроще, но зато по цене гораздо действительно ближе Realme 7 5G Наш сегодняшний герой, как вы видите, здесь есть Realme 7, который на Helio G95 Poco X3, понятное дело, тоже уже немного старенький Redmi K30 Есть, есть Realme 6S И где-то здесь должен быть Narzo 35G, который является чуть ли не абсолютно И полным, абсолютно полным клоном Нашего сегодняшнего героя Потому что он тоже на Dimensity 700 На те же 5000 мАч у него батарейка Ну, короче говоря, аналог просто от другого производителя Как вы видите, выбрать, в принципе, есть из чего И если вам совсем не нужно 5G, то можно найти телефоны на железе Которое субъективно будет чуть-чуть поинтереснее Как минимум, потому что оно от Qualcomm Ну, а так, в целом, рынок выглядит так Что за эти деньги либо немного повеселее железо Либо 5G, но плюс-минус все то же самое Что хотелось бы сказать вместо итогов Xiaomi немного уже начинает сами путаться, видимо, в своем модельном ассортименте И продавать одинаковые телефоны на одном и том же рынке под разными брендами Это не есть очень сильно хорошо Потому что очень похожие модели, которые продавались параллельно у них, раньше были Но это уже, я считаю, немного перегибания палки Делает ли это Poco M3 Pro или Redmi Note 10 5G отвратительными телефонами Которые совсем никому не нужны? Нет! Ну, просто две одинаковые модели, которые от одного, по факту, и того же производителя Продаются вот в Украине, да, официально Они могут путать покупателя И этим его как-то отпугивать В остальном, это все такой же неплохой телефон, как и Redmi Note 10 5G Который дает вам доступ к этой самой технологии 5G За небольшие деньги Если вы часто ездите в регионы, где это 5G шарашит по полной программе И вам нужен максимально скоростной интернет То даже банально на правах модема с экраном С которого можно там позвонить или напрямую с него что-то отправить кому-то в случае надобности Этот телефон это весьма неплохое предложение В частности, благодаря его емкой батарее и хорошей автономности Вот, поэтому покупать его однозначно кому-то можно и нужно Но вместо него можно купить точно такой же Redmi Note И он будет немного попрактичнее Поэтому тут уже выбирайте сами, что вам больше нравится Красота дизайна этого аппарата или практичность этого же дизайна Redmi Note Ссылка на обзор Redmi Note в 10 раз, напомню, есть в описании Ссылки на этот товар есть в описании И там же есть линк на Patreon Благодаря приобщению к которому вы не только нам финансово немного поможете Но и получите доступ к прямому общению с нами и другими участниками сообщества в Дискорде Ну и плюс там для каждого ранга есть определенные плюшки И даже для того, которые любители пундеков Мы все равно для них выпускаем с некоторой регулярностью Внебрачные, скажем так, подкасты Поэтому ссылка в описании есть На этом у меня все С вами был Дима, фирмлайв До новых встреч, пока!